Российское представительство Hyundai после искусственно созданной паузы навесило ценники на седьмую Elantra. Седан стал крупнее, богаче и, вполне ожидаемо, дороже. Со сменой поколений модель Razum прибавила без малого 100 тысяч рублей. Впрочем, корейцы не стали жадничать и в комплектацию Base включили четыре подушки безопасности, восьмидюймовый экран медиасистемы, камеру заднего вида и датчик света. И это не считая подогрева передних сидений и рулевого колеса. Хотя главным хитом должно стать исполнение Active. В него добавлены двухзонный климат-контроль, светодиодная оптика и датчик дождя. Продолжают список подогрев задних сидений, 16-дюймовые литые колеса и круиз-контроль. К слову, начиная со второй комплектации, становится доступен не только начальный двигатель 1.6, но также двухлитровый атмосферник из нового семейства SmartStream. С ними доступен только шестидиапазонный автомат, а от механики решено отказаться. На вершине версия Elegance, которую вдобавок можно дополнить пакетами опций. Притом весь набор можно не собирать по отдельности, а сразу заказать экземпляр из юбилейной партии, посвященной 30-летию модели. Как было анонсировано заранее, пока купить Elantra могут только через онлайн-платформу. Там же должен продаваться новый кроссовер Payless Aid. Однако ни одной машины сейчас нет. Видимо, первый тираж уже разобран. Вторая российская премьера этой недели – кроссовер Cadillac XT4. Американская премиум-марка не стала демпинговать, а смело назначила минимальную цену в 3 миллиона с четвертью. Для сравнения, близкая по мощности и габаритам Audi Q3 обойдется на полмиллиона рублей дешевле. К наполнению базовой комплектации претензий нет. К такому Caddy полагаются 8 подушек, двухзонный климат-контроль, основные подогревы, светодиодные фары, неплохая медиа-система, плюс электропривод передних кресел и пятой двери. Помимо двухлитровой бензиновой версии отдачи 200 сил, заявлен аналогичный по объему дизель чуть меньшей мощности. И вот он – весьма занятное предложение. К обеим версиям прилагается 9-ти диапазонный автомат и полный привод. Все машины будут возиться из-за океана, при том опубликованные ценники действуют лишь на предварительно заказанные экземпляры. Видимо, следующие партии будут только дороже, а значит, новичку не видать бойких продаж. Фактически поставки машин запланированы на январь.